Детство, опаленное войной. За долгих четыре года, которые продолжалась Великая Отечественная война, дети от малышей до подростков сполна испытали все ее ужасы. Страдали от голода и холода, от кромешного ада бомбежек и страшной тишины сиротства. Наша новая рубрика к памятной дате. Итак, слово бендерчанам. Микрорайон Шулковый. Когда-то это место называли плавнями. В годы Великой Отечественной – южный край обороны города, за который шли тяжелые бои. По воспоминаниям старожилов, на полях было больше гильз, чем земли. Железная дорога, частные дома, огороды – излюбленное место игр, детворы послевоенного времени. Особенно, когда были летние каникулы. Здесь мы и пекли картошку, и копали окопы. Здесь мы, интересно, проводили время, всевозможные состязания были у нас спортивные. Именно вот в этом месте. Потому что оно привлекало сюда всех. Если родители нас искали, со всей Магалы родители шли именно сюда, потому что они знали, что их чадо именно вот находится здесь. Детство на природе без гаджетов. Войнушка – самая популярная игра мальчишек того времени. Мы еще помнили всех ветеранов, которые активно рассказывали о своих действиях, о боях, о войне. И мы себе это же представляли, потому что от первоисточника шла информация. И мы старались быть похожими. Почему? Потому что если у кого-то была каска, а у меня была каска немецкая, значит, я должен был быть немцем. Эта каска у меня была очень много лет, до 70-х годов. Остатки военных укреплений в старом доте Владимир Денисенко был больше полувека назад. Вспоминает, как детьми из деревянных автоматов стреляли по условному противнику. «Не берусь. Одна бронзура была небольшая, а другая побольше размером. И по свидетельности, одна – доведение огня, допустим, из винтовки или же с автоматов, а вторая позволяла использовать пулемет, например, да, он, конечно, покрупнее. И вот именно это была моя любимая бронзура, потому что из нее тогда было все видно». Пора завершать экскурсию и возвращаться домой. Но воспоминания не отпускают. Все новые детали всплывают в памяти. Дети находили осколки снарядов и более крупные предметы. Тайком от взрослых несли домой. Иногда собирали целые коллекции артефактов. «У него кожух сохранен совершенно, ствол сохранен. Ну, в принципе, в механизме там ничего не осталось. Щель для затвора. Ну, вот приклад приделали. Это не мое изделие, это сделал мой товарищ, он у себя нашел в огороде». Владимир Денисенко родился спустя 14 лет после освобождения Бендер. Но тема войны красной нитью прошла через детство и всю жизнь. Пограничник, защитник республики, говорит, летом 92-го выстоять, помог пример ветеранов Великой Отечественной.